Когда мы едины, мы непобедимы. Вот уже 10 лет в нашей стране 4 ноября отмечается День Народного Единства. Праздник сравнительно молодой, но весьма значимый. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского изгнали польских интервентов. Праздничную дату отмечают и в Щелковском районе. Сила народа в единстве. Самый молодой государственный праздник в этом году отмечает юбилей. В 10-й раз люди выходят на улицы и площади, чтобы всем вместе встретить День Народного Единства. Очень рады, что у нас есть такой праздник. Будем надеяться, что у нас будет все впереди хорошо. Такие праздники нужны людям. Напоминание, что мы живем в такой большой стране, такой громадной, широкой, красивой, которая... Ну вообще нас объединяет. Какие-то такие национальные праздники они должны быть. Все, от мала до велика. Люди совершенно разных возрастов и профессий. Несколько сотен человек собрались на площади Ленина. Именно она стала центром торжеств в Щелковском районе, посвященных празднику единения народа. Поздравили щелковцев и районные власти. Пусть будут здоровы ваши близкие. Пусть будет благополучие, свет и радость в ваших семьях. И самое главное, пусть нашу Родину, пусть наша Русь всегда сопровождает мирное небо. Это наша задача. Это наша цель. Сделать жизнь наших детей счастливой. И мы будем все это делать. Поздравляю вас с праздником. Желаю вам добра, успехов, удачи. Чтобы мир был нашему дому. Думать о будущем надо уже сегодня. Алексей Валов и Надежда Суровцева поздравили самых ярких учеников Щелковского района. Ребят, достигших больших успехов в различных сферах деятельности. От науки и искусства до спорта. Эти талантливые юноши и девушки стали обладателями именной стипендии губернатора Московской области. Я стала семикратным чемпионом мира, одиннадцатикратным чемпионом России и одиннадцатикратным чемпионом Московской области. Пократные. Я призер областной олимпиады по химии. Я учусь на физико-химическом факультете МГУ имени Ломоносова. И, как бы, уже занимаюсь небольшой научной работой. В этом году празднование Дня народного единства совпало с чествованием Казанской иконы Божьей Матери, одной из самых почитаемых православных святынь. Считается, что список чудотворного образа помог народному ополчению одержать победу над польскими захватчиками. Возле иконы Казанской Божьей Матери в Нижнем Новгороде объединились люди разных вер, разных народов. И это ополчение достигло победы через некоторое время. Гостей праздника в этот день концертными номерами согревали творческие коллективы Щелковского района. Атмосфера на празднике царила необыкновенно теплая и душевная. В едином порыве Щелковцы все вместе отмечали один из главных государственных праздников. Хотим пожелать всем, чтобы никто не разделялся, народ. Все были совместные, дружные. Никогда не было у нас именно в стране войны. Ну и в других, наверное, странах тоже. Благодаря нашим предкам мы и живем на нашей земле. Мы любим Россию просто. Это замечательная страна, самая лучшая на свете. Куча возможностей, куча хороших людей и хорошего настроения. Дарья Соснегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».